Дождались мы, наконец, завтрака. Такие вот я блинчики заказывала. Приятного аппетита, Лен. Познакомилась я тут с одной девушкой. Сидим, кушаем стакан чая 40 рублей, блинчики 80 рублей. Сейчас будем пробовать на вкус. Разом. Зовут нас Разом. Поснимаю вот так немножко и потом покажу обзорчик. Через дорогу нас ждет автобус. И через дорогу море. Ну, местоположение очень неплохое. Гостиный двор называется. Лоза. Интересно, смотрите, как дома на горе. Все выше и выше, 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 выше. Чем выше виноград растет, тем меньше пропитается внешним фактором коррозии, бактерий и так далее. Нам не приходится его лечить. Поэтому мы его добиваем чисто из всяких химикатов, медного губороса, железного губороса, ну и так далее. Бартовская смесь. Все же, не имеете, что в сельском хозяйстве огородики свои там, кто не имеет, ну, знает, примерно, да, что за смесь, что они себя представляют. А вот река наша крупнейшая, десятку глубинных веков. Река, земля называется, ее длина 112 километров. И у вас вопрос возникает. При такой ширине от берега до главного кавказского фрита 53 километра, а река Бзип 112 километров. Каким образом? Все очень просто, совершенно верно. Она же подобна змее. Кстати, и вот тогда река Бзип, она бросает свои воды именно через Бицунду. Куда мы сегодня с вами вечером заедем. Когда я повторяю, я не просто так повторяю, чтобы у вас осталась в памяти, о чем речь. Понимаете, что вы могли сказать по приезду. Вот мы были в Сунде, мы были на Рице. Что мы видели? Мы видели реку Бзип. Это самая малая красота, что по пути мы встретили. Дальше откроются перед нами реальные сказки. Остановитесь. Нет, нет, то это, это чисто жизненная позиция. Секлоя. Про вечно зеленое. Вечно зеленое Секлоя. Мы сейчас говорим про вечно зеленое. Вот заговорил. Видите нас сзади, вот позади нас, башня стоит. Обратите внимание, нет? Да, на горе, на холме. Кто увидел? Поднимите руки, пожалуйста. Я увидела. Ну, мало кто увидел, но тем не менее, хочу сказать, что это третье оборонительное укрепление, что мы с вами увидели. Те, кто не увидел, увидим на обратном пути. Вот. Но своеобразная была реконструкция этой башни, поезд башня в башне. Толщина внешней башни была 2 метра, внутренняя по параметру. 8 метров нужна была железная лестница, чтобы какие-то этой башни. Вот, я ждала речку. Вот, она была сигнальная, сигнальная, тот центральный, на который мы с вами проехали. Ночью давали дымом, вернее огнем, а днем дымом. Но самое длинное оборонительное укрепление у нас, которое было построено в античную эпоху, вплоть до раннего средневековья, это Келосурская стена. Ох, как виноградом пахнет, и темно еще. Белая, мускатная, полускатная. Так, наши где? Куда дальше ушли, да? Так, давайте начнем, ребята. Приветствуйте. Так, вот, анимате по этой позиции, а ближе, поплотнее, то, чтобы максимально. Трестная группа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, гора, сверху облака И вот, как красиво Группа наша пробует вина Чуть-чуть поснимала Не разрешаю там снимать Надо пойти попробовать Посмотреть сыр Я у него спрашиваю У парнишки, который наливает там Спробовать Дает вино Сколько стоит вино? Так, подождите, подождите Сейчас Вот это попробуем Вот это попробуем Вот до чачи дойдем Потом скажу цены Все как засмеялись Сколько сыр стоит ваш? Сыры Вот там, войдите Нам попробуем А вот вижу Ой, какой аромат Копченый, да? Копченый Или все копченый Нам пахнет как вкусно А, вот белый же А вот этот со специями? Это со специями Это сколько стоит? Это 400 Вкусно как пахнет Да, сейчас подождите Я там группу потеряла Сейчас может группа приду А тут что? А, тут маленькие какие-то, да? Вкусно пахнет как 400, 500 Кругляшечки А, как тут красиво сделано Тут еще что-то А тут что у нас? Медведь Шкура, как Шкура медведя Кусички Ой, какой запах Настоящая, что ли? Да Интересно, сколько такая шкурчика стоит Не видно никого Едем куда-то в горы Очень тепло Ну, а мы продолжаем экскурсию Сейчас группа подойдет к автобусу Едем дальше Крупный рогатый скот Пожалуйста Сейчас вот начало его погона Я объясню немного позже С чем это связано Почему именно сюда Проталкивают Крупный рогатый скот Это все потому что Это все потому что Здесь очень много Питательных веществ Посмотрите Какие у нас пыки накаченные Накаченные Накаченные? Я имею ввиду Это природа Ну, посмотрите Сейчас вы видите Пык чем отличается от коровы Сейчас вы поймете Шкура на кости Да, какие кости там Там мышцы Вот он Видите Прям под нами Один бык такой Мачо А коровушки? Коровушки остальные Вот все Он у них обладает всех Это начинающий мачо Пока не достанно Значит Сазан Это рыба Правильно? Она питает у нас В других веках Правда В основном Ее можно встретить В сунке В озерах Мы увидимся На самом деле Озер Это единственное Соленое озеро В Абхазии В сунке Располагается Да Здесь уклон Больше 37 градусов Получается Река намного быстрее Несет свои воды Чем река Пзи Если река Пзи Верховья Берет где-то 23 метра В секунду То приближаясь Белегу моря До 13-15 метров В секунду А здесь Вы сами думаете Я думаю 6-7 метров Вернее Больше даже В секунду Проходит Если там 13 То 20 метров В секунду Реки очень обман Обманчиво Они вроде добротные Но те кто мало знает И надеется На щедрость реки нашей Совершит большую ошибку В своей жизни Как только вступит Ваша награда Просто сметает вас Известно Вы еще выживите Потому что Эти реки Не имеют подземных пил А река Пзип Она имеет все Засасывает Моги даже И вот Тонули В наших мреках А что за мох на дереве Мог? Что за мох Вас интересует? Мы имеем Состав химический Или что? Мог Мог Епифит Мог Обычно Что в России Тоже бывает Мог Он обычно Там где Сырость Повышенная Влажность А вы посмотрите Здесь отчетливо Видно Видите Известковые Породы Наши горы Оно Такое Как его Как это правильно Выразиться Ну Ближе Так Что было Понятно Виде В виде Сосуда Виде капилляр Поэтому Видите Вот Деревья Различные Произрастают Кустарники Вот А на верху Воды Водоемы Их много Очень Просачиваются Сквозь толщи Звестковых пород Просачиваются Через эти капилляры Это дает Возможность Прижиться Дать Возможность Жить Корнян И давать Дальнейшее Подростковом Поколении Вот Пожалуйста Вам пример А ведь Когда-то Вы слышали Да Наверное Слышали Вы О океане Тенис Около Семи То ли Миллиардов Не хочу Оуки И что Вы думаете Придя на пятый День Абхаз Приходит Я пришел Говорит Дай мне Твой уголок Всевышний Размирался Одну секунду Сейчас Сюда С правой стороны Выкислияние Двух рек Реки Сразу Говорю Река Река Бзиб Ушла В северо-восточную Часть Дальней По пути Уже У нас Будет Как Вы думаете Как называется Река В честь Одного Из разбойников Река Гега Называется Вот она Вот сейчас Будет идти В переводе Гега Означает Бешеная Так вот Всевышний Когда Услышал Что Я опоздал Говорит Я Дал Три дня Трое суток На ответственный момент Каждому народу Что Дать уголок Ты опоздал Не пришел Мне нечего тебе дать Абхаз промолчал Развернулся Стал уходить Всевышнему Стало интересно Постой Говорит Абхаз Подойди Кому Вам подходит Мне интересно Все таки Говорит Все прибежали Начиная От русского Заканчивая Армяна И так далее Все Получили Свой Уколок А с тобой Что Произошло Абхаз Говорит Ему Слушай У меня Гости Ко мне Пришли Говорит Они приболели Я не мог Их оставить Говорит Вот поэтому Говорит Я опоздал Говорит А Всевышний Оказывается Постал именно К нему К Абхазу Ангелов Которые В облике Людей Пришли к нему Мне нравится Говорит Твой поступок И поэтому Говорит Я тебе дарую Тот уголок Который Я припас Для себя Береги Его Говорит И он Даст Тебе Все Что Тебе Необходимо